Мы так и не поняли, как они вышли на 119, как мне разъяснили. Есть мировой опыт, у нас вот 5 или 6 лет, да, смог, начинается, показатели воздуха ухудшились. А есть страны, которые уже 20 лет страдают с таким показателем воздуха. И вот, зависимо от того, сколько лет, вот это, оказывается, средний какой-то порог выводится, они взяли смертность от сердечно-сосудистого, который с диагнозом сердечно-сосудистого умерло, количество взяли, и вот мировой опыт, усредненный, допустим, 19% сердечно-сосудистого заболевания, возможно, связано с загрязнением воздуха. И то же самое, второй нозологии. И вот они усредненные взяли, и вот на 112 вышли. Наша наука говорит, это неправильно. Это просто оценочные показатели. Не так, что 112 в самом деле умерла от загрязненного воздуха, а, возможно, привело к смерти загрязненный воздух. Чисто, если мое мнение, да, все-таки в любом случае, если плохой воздух влияет, но научные данные говорят, если у человека легочная вот эти, сама структура легкого, она должна не задерживаться у них пыль. Даже говорят, вы должны успевать просто откашливать вовремя, чтобы она там не осталась. То есть она выталкивает, она сама легкие обладает такой функцией. Но говорить, что нет, не влияет, тоже нельзя. В самом деле выросла заболеваемость, которая как-то связана с воздухом. Аллергийский ренит, онкологические заболевания. Аллергийский ренит среди детей до 14 лет повысился на 2,1 раз. Астма среди детей тоже увеличилась 1,7 раз. И среди взрослого населения у нас вырос заболеваемость новообразования, то есть это рак, 1,1 раз. С теми годами заболеваемость органов дыхания тоже 1,3 раза. Аллергийский ренит 2,2 раза. И хронический фарингит вырос 1,03 раза. То есть показатель, да, участия.